Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Мой гость сегодня, доктор Сэнди Калкин, обладает множеством талантов в сфере предпринимательства. Он был одним из первых, кто начал продвигать технологию оценки личности ДИСК. Наверняка многие из вас проходили этот тест, ведь его уже прошли 30 миллионов человек. Мало кто знает, что он еврей, верующий в Мессию. За свою жизнь он сделал немало предсказаний и совершил множество чудес. А теперь он помогает людям понять, кто они в Боге, рассказывает им о том, какую судьбу приготовил для них Бог. Если вы пройдете его библейский личностный тест, вы сверхъестественным образом откроете свой дух, и вас буквально потечет Божья сила. Вы заинтригованы? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Сегодня у меня в гостях доктор Сэнди Калкин. Вы знаете, что лучше, чем два еврея в студии? Это три еврея в студии. Это Сэнди. Я и Иисус. Расскажите нашим зрителям, в какую синагогу вы ходили до того, как стали верующим в Мессию, ведь там вы прошли обряд бармейцевы. Это была консервативная, ортодоксальная синагога. Многие праздники там соблюдали по два дня, а не по одному, как предписывала последняя реформа. Большинство служений читалось на иврите, поэтому мне пришлось выучить этот язык. А что вы думали тогда об Иисусе? Я считал Иисуса хорошим парнем. Я допускал, что он мог быть великим учителем, понимал, что он принес в наш мир большие перемены, но я не верил, что он был Мессией. Я не верил, что он был Сыном Божиим. Но Бог знал, как достучаться до вашего сердца. Знаете, как Бог это сделал? Сэнди стал встречаться с одной милой язычницей, и она вместе со своей семьей говорили с ним только об Иисусе. Об Иисусе и еще раз об Иисусе. И вот однажды ваша девушка взяла вас с собой в Пятидесятническую церковь, и люди там говорили на иных языках. Расскажите, о чем вы подумали, когда увидели это необычное действие? Мы с моей девушкой были на грани разрыва. Сейчас мне это кажется забавным. По пути в церковь она сказала мне, «Не думаю, что из этого что-то получится». И тогда я ответил, «Если твой Бог не сможет меня изменить, то давай расстанемся». Наверное, она решила про себя то же самое. И вот я вошел в церковь и сел. Мужчина, стоявший за кафедрой, говорил что-то про языки. Должен вам сказать, что мой отец тогда промышлял мясным бизнесом. Поэтому языки ассоциировались у меня с коровьими языками, языками игня, отбычьими и прочими субпродуктами. И вот этот человек предложил нам подойти к нему и овладеть языками. Я решил, что для меня это слишком, поэтому я встал и направился к выходу. Вслед за мной пошел один человек. Он подошел ко мне и сказал, «Я видел, как вы покинули службу. Вы не против, если я помолюсь за вас?» Я решил, что он не будет молиться вечно, я согласился. Он начал молиться, и тут вдруг он заговорил на иврите. Он повторял одно слово. «Адонай», снова и снова. Он говорил «Адонай». А это одно из имен Бога. Мы молились так в синагоге. И тут он начал молиться молитвой, которой я обычно молился утром-субботом. Я подумал, ничего себе совпадение. В таком месте оказался еще один еврей. Это уже перебор, подумал я. И я спросил его, «О, вы тоже еврей?» Он ответил, «Нет». Я сказал, «Ну а как же так? И откуда вы знаете, что я еврей?» Он ответил, «Я этого не знал». А затем я решился и спросил у него. «Но откуда вы знаете еврейский язык?» И он ответил мне вопросом на вопрос, «Так это был иврит?» А я и не догадывался. Я понял, что Бог направляет меня, но не знал, что это иврит. И тут я понял, что столкнулся с чем-то сверхъестественным, с чем до этого никогда не сталкивался, по крайней мере, в своей синагоге. Мне встретилось нечто, чего я объяснить не мог. То есть с вами случилось это сверхъестественное событие, когда с вами заговорил на иврите человек, не говоривший на нем, и вы задумались. Возможно, в том, что говорили мне моя девушка, ее семья, есть какая-то доля истины. Так и было, я сказал Иисусу, «Если ты действительно существуешь, я хочу с тобой познакомиться». А я скажу вам вот что. Бог воистину велик. Когда мы вернемся после паузы, вы узнаете о том, как вся семья Сэнди уверовала в Иисуса. Мы вернемся к вам через минуту. Никуда не уходите. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Это сверхъестественно. Через какое-то время мать Сэнди узнала, что он уверовал в Иисуса, упаковала его вещи и выгнала его из дому. И тогда Сэнди отправился жить к своей девушке. Когда он к ней пришел, она буквально с порога начала кричать, «Я так рада, что ты здесь». «Меня переполняет Духом Святым». «Давай говорить на иных языках». «Скажите, Сэнди, о чем вы тогда подумали?» Я подумал, что она немного не в себе. Я думал, она увидит меня с чемоданом и скажет, «О, Сэнди, как же мне тебя жалко». Но вместо этого мы тут же поехали в церковь, где меня ожидал очередной культурный шок. Мы сидели там, и тут до нас дошла коробка, в которую можно было пожертвовать деньги. Я бросил туда 50-долларовую купюру и сказал, «Боже, возьми все, что у меня есть». А это действительно были все мои последние деньги на тот момент. Моя девушка ждала крещения Святым Духом, а я даже не знал, что это такое. В конце службы люди начали подходить к священнику, и я подумал, сейчас у этих язычников точно должно что-то произойти. Я тоже решил подойти к нему. Но тут меня схватил за руку какой-то человек. Он сказал мне, с твоей матерью все будет в порядке. Я подумал, что вообще происходит? Откуда он знает мою мать? И тут ко мне подошел еще один человек и воскликнул, «Брат, тебе нужна Божья сила. В твоей жизни должна быть Божья сила». Я подумал, ну я уже отдал вам 50 баксов, почему бы и нет? И тут он возложил на меня руку, и я просто свалился на пол. И вот я лежу там и понимаю, что лежу на полу. Мой мозг начинает мне командовать. Он говорит, давай, вставай, нам нужно вставать. В итоге оказалось, что с момента моего падения прошел уже час. Я понял, что со мной что-то произошло, потому что я начал говорить на языке, который я никогда до этого не изучал. Вот что произошло со мной там. Мне не хотелось никому рассказывать о том, что произошло со мной там, потому что то воспитание, которое вложили в меня, оно не соответствовало тем правилам, которые были в той церкви. Но это было начало того, что кардинальным образом поменяло мою жизнь. С того дня я стал меняться и приближаться к Иисусу все больше и больше. Итак, Сэнди женился на своей девушке, и уже через год после этого выступал перед десятью тысячами человек на конференции «Америка за Иисуса». Это просто сверхъестественно. Но ведь были еще более сверхъестественные события, так? Я много общался с бизнесменами, которые посещали церковь, и они попросили меня выступить на той конференции. Конференция проходила в огромном зале. Там было несколько тысяч человек. У меня почти не было опыта публичных выступлений, но я согласился выступить там во имя Господа. На ту конференцию приехали мой отец, моя мать и моя бабушка. А зачем они туда пришли? Мой отец хотел, прежде чем он умрет, увидеть, как я выступаю перед аудиторией. А мать и бабушка приехали туда поддержать моего отца и посмотреть при этом на меня. Ведь он был болен. Да, он был болен. И вот я вышел на сцену, и тут со мной произошло что-то странное. Внезапно я услышал голос позади себя. Тот голос сказал мне, «Спустись в зал и возложи руки на своего отца. Сегодня вечером я его исцелю». Я это слышал. А у вашего отца был рак на последней стадии. Врачи говорили, что ему осталось жить всего пару месяцев. Мой отец был очень крупным малым. Когда-то он служил во флоте. В нем было больше 190 сантиметров роста, но к тому времени он очень сдал. Когда я услышал этот голос, я даже хотел оглянуться, чтобы посмотреть, кто это говорит. В конце службы на сцену вышли тысячи людей, чтобы за них помолились. А я спустился в зал и подошел к отцу. Я сказал ему, «Папа, Иисус хочет исцелить тебя сегодня вечером». Мой отец склонил голову и закрыл глаза, а я за него помолился. Та служба была в субботу вечером. В понедельник мне позвонила моя мама. Она была вся в слезах. Я подумал, «Боже мой, наверное, папа умер». Сначала она была просто не в состоянии говорить, но потом нашла в себе силы и сказала, «Они хотят подержать твоего папу еще пару дней в больнице». Они просто не понимают, куда делся очаг болезни Ходжкина. Это было удивительно. Знаете, что я вам скажу? Сэнди получил нечто большее, чем крещение Святым Духом. Его наполнило Святым Духом. Он начал проводить занятия по изучению Библии. Сначала у него было всего 10 слушателей. Кстати, у евреев это счастливое число. Итак, в самом начале у вас было 10 слушателей, а уже через год их стало 24 сотням, то есть 2400 человек. Люди устремились на ваши занятия, потому что на них происходили чудеса. Пожалуйста, приведите нам несколько примеров этих удивительных чудес. Там происходили просто изумительные вещи. Люди исцелялись от рака, многие люди исцелились от неизлечимых болезней и недугов. Я никогда не забуду, как держал на руках одного малыша, у которого были деформированы ноги. Ему собирались сломать ноги в районе колен и надеть на них скобы, чтобы его ноги выпрямились. У него была только мама, у которой не было никого, чтобы ей посочувствовать. Я держал этого малыша на руках, и тут прямо у нас на глазах он затрясся и начал дергаться, и прямо у нас на глазах его ноги распрямились сами, а они начали вытягиваться и растягиваться в сторону. Это было изучение Библии, проводимое для католиков. Мы вели его вместе с отцом Шормсом. Его можно было назвать настоящим щитом веры. И каждую встречу у нас происходили чудеса. Люди говорили слава знания, и много еще чего происходило, то, о чем раньше я даже и не догадывался. Сэнди, ведь вы увлечены не только технологией оценки личности диск, которой вы занимаетесь по работе. Кроме того, вы стали первым проводить тестирование, которое дает нам откровение о том, как нам стоит связать свою судьбу с Богом. У прошедших это тестирование людей увеличивается их дар. Сэнди рассказал мне, когда он входил в совет директоров одной молодежной организации. Там были подростки, которые проходили реабилитацию после наркотической и других зависимости. Они прошли этот тест, и их жизни изменилось. Кроме того, этот тест проходили люди моего возраста, и он повлиял на их жизни также. Мы вернемся к вам через минуту. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам! АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Итак, Сэнди, с вашим отцом произошло великое чудо, спасшее ему жизнь. Скажите, а как это событие повлияло на всю вашу семью в дальнейшем? Вы знаете, в Писании сказано, что эллины ищут мудрости, а евреи требуют чудес. Это событие стало настоящим чудом для всей моей семьи. Моя мать была просто поражена этим, да и отец тоже. А ведь чуть ранее она упаковала ваши чемоданы и выгнала вас из дому. Так и было, а потом она стала моей преданной фанаткой. Моя мать страдала от болезни, которая называется склеродермия. Я помню, как мы с ней отправились на встречу, где люди, страдавшие от этой болезни, тоже были там. После этой встречи она сказала мне, я больше никогда не пойду на подобную встречу. Ей самой удалось исцелиться на этой встрече. Я думаю, что в ней пробудилась вера, настоящая вера. Хочу вам сказать, что это неизлечимая болезнь, но моей матери удалось поразить всех на этой встрече, в том числе и врачей, которые говорили, что этого не будет. Это было великое чудо, и мы видели это. Вы просто обожаете помогать другим людям, понять, какую роль приготовил для них Бог. Расскажите о библейском личностном тесте, который вы проводите. Когда мы только начали этим заниматься, я много думал о том, что такое любовь. В Библии сказано «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». У многих людей есть с этим проблемы, они не любят себя, они не понимают себя, они не знают своих даров, они не понимают своих страхов. Чтобы получить какой-то позитивный опыт отношений, им часто нужно абстрагироваться от себя. Мы стали проводить этот тест. Он очень практичен, прост и в то же время дает понять, кто вы. Мы даже не думали, что наше тестирование в итоге перейдет в мир сверхъестественного. Мы начали с того, что соотнесли различные типы личностей людей с библейскими героями. В итоге мы пришли к выводам, что Бог помогает современным людям так же, как Он помогал людям, описанным в Библии. Также мы выяснили, что благодаря этому занятию у нас открылось духовное зрение. Это очень повлияло на нас и на наше служение. Бог начал посылать нам свои мысли. Как-то я анализировал тест одного из видных политиков. Я взял в руку заполненные им бланки, которые мы раздаем всем проходящим тест, и по которым мы вычисляем особенности людей, их страхи, сильные стороны и многое другое. Я начал изучать бланки этого человека, и мне в голову пришла мысль, что у него явно проблемы с младшим сыном. Как я мог об этом узнать? Я уверен, что мне сообщили об этом из другого мира. Либо это была неправда, либо я сам это придумал, либо это пришло ко мне из мира духов. Я сказал этому человеку, похоже, у вас какие-то проблемы с одним из ваших детей. И он сказал, да, с моим младшим сыном. Вот это да, подумал я. А потом этот человек, обладающий значительной властью, попросил меня помочь ему наладить отношения с сыном. Он спросил меня, что вы мне посоветуете. Я предложил ему помолиться, и он сказал, что не умеет молиться. И тогда я рассказал ему, как я помолился однажды за свою дочь. После этого он согласился, чтобы я помолился уже за него. Я открыл ему мир духов. И все это благодаря одной пришедшей вовремя мысли. Я сам прошел этот тест. Сэнди, ведь после этого вы посоветовали мне обратиться к истории Иисуса Новина. И почти вся наша съемочная группа тоже прошла этот тест. Один из них уже много лет был верующим. 30 лет или даже более того. И он рассказал мне, что ваш тест помог ему увидеть в себе черты, которые должны помочь ему осуществить свое Божие предназначение. Да, мы помогаем людям понять их духовную судьбу, их божественную судьбу. Нечто, живущее внутри нас, ждет своего момента. Если вы поймете, в чем заключается ваша сильная сторона, вы сможете помочь этому случиться. Все работает, как в банке. Если вы ничего туда не положите, вы ничего и не получите. Давайте я приведу вам пару примеров. Как-то ко мне обратилась одна девушка из Техаса. Она пережила очень тяжелый развод. Она нашла нашу организацию и прошла один из наших тренингов. Эта девушка руководила отрядом девочек-скаутов. Я помню, как она рассказала мне, что дала детям пройти наш тест, и к ним пришли мысли о том, что происходит в их семьях. Что с ними произойдет в будущем, и кем они должны стать. Это было просто удивительно. Она рассказала мне, что наш тест помог этим детям разобраться со своими проблемами в прошлом, в настоящем, со сверстниками, и двинуться далее, в верном направлении. Сэнди, похоже, благодаря вашему тесту люди могут узнать о своих сильных и слабых сторонах и понять, на кого из героев Библии они должны при этом равняться. Но когда мы избавляемся от наших слабостей и начинаем постигать нашу судьбу, нам открывается сверхъестественная Божья сила, о которой мы все мечтали, а мы ведь и не догадывались о ней до этого. Разумеется, у каждого из нас есть один главный страх. У некоторых людей их несколько. Люди боятся, что кто-то их в чем-то опередит, что их отвергнут, что они перестанут чувствовать себя защищенными, что их будут критиковать. Вот чего боятся люди. Когда вы понимаете свой главный страх, вы начинаете видеть, как он влияет на ваше решение. Он может повлиять на ваши отношения, на то, как вы распоряжаетесь деньгами, как вы относитесь к работе, к друзьям, к церкви, к семье, к здоровью. Наш тест помогает вам на многое открыть глаза. Ведь если ваш враг готовит что-то против вас, он обратится не к вашим сильным сторонам, он обратится к тому, чего вы боитесь больше всего. И я считаю, что если бы люди знали об этом, они бы увидели, что Бог посылает им свою силу, чтобы они помогли не только себе, но и другим людям. Я выяснил, что многие христиане, многие мусульмане и многие иудеи хотят иметь с Богом крепкие отношения, но не верят, что это возможно. Все они хотят ощутить Божью любовь, но не верят, что это возможно. И сейчас я говорю вам, что это возможно. Послушайте меня, если вы сейчас помолитесь со мной, сверхъестественной молитвой вы сможете обрести все это. Тогда вы сможете открыться для величайшего дела человечества. Я открою вам одну истину. Если вы знали Бога, то после смерти вы тоже будете его знать. А если вы не знали его, то, к сожалению, после смерти он вам не явится. Откройте Богу дверь, и вы увидите, как через нее вольется его любовь. Скажите эти слова вслух у себя дома. Дорогой Бог, я совершил много ошибок. Я очень сожалею обо всем этом. Я верю, что кровь Иисуса, кровь Агнца, принесенного в жертву, смоет все мои ошибки и грехи. Теперь рядом со мною наш святой Бог. Теперь я чист. Вот, я чист пред Тобою, Мессия Иисус. Поселись внутри меня. Я делаю Тебя своим Господом, Господином своей жизни. Аминь. Немедлите, действуйте, и вы увидите прорыв. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я приглашаю вас посмотреть следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», где я расскажу вам о своих встречах со Святым Духом и о том, что такие встречи могут произойти и у вас, и это навсегда поменяет вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова